И сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему, которая называется «Значение крови Христовой». Вы знаете, что я раньше, когда еще в детстве, помню, говорили за кровь, мне уже было страшно. Независимо где и какая и у кого, мне эти истории не нравились. Мне как-то оно было всегда жутко, неприятно. Еще я помню в детстве, когда верующие люди ходили в церковь, то в школе иногда рассказывали наши одноклассники, что у верующих, у христиан, у них людей приносят в жертву. Они сектанты, они дикие люди, необразованные, и там вот у них кровь, и все вот такое неприятное, месиво. И вот эта ассоциация, она как-то тоже отпугивала и сразу настраивала против. И если, возможно, вы в нашем зале сидите первый раз, и вы не церковный человек, и вы мало знаете Библию, и для вас вот эта тема крови и значение крови вас тоже как-то настораживает, что здесь за кровь, кого будут здесь приносить в жертву, то я вас хочу успокоить. Не переживайте, никого в жертву приносить не будут. И верующие люди, это нормальные люди, спасенные, благословенные. И тогда, и сегодня они в жертву не приносят ни животных, ни людей. Мы верим в то, что за нас жертвой стал Иисус Христос, который умер на кресте. Это было раз и навсегда, и Он пролил Свою кровь за нас, и мы уже не обязаны приносить никакие жертвы, которые связаны с кровью. Библия говорит на тему воспоминания, Матфея 26 глава, 26 стиха. Иисус, Он взял хлеб и благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, Примите, едите, сие есть тело Мое, и взяв чашу, Благодарив, подал им и сказал, Пейте из нее все, ибо сия есть кровь, кровь, Кровь Моя, кровь Нового Завета, за многих из вас, изливаемая в оставление грехов. По-английски написано для прощения грехов, в другом переводе для искупления грехов. Вот именно с этой целью была пролита кровь Иисуса Христа. Я молился сегодня утром, чтобы Дух Святой дал мне правильные слова и мысли передать верующим людям значение крови Христовой. Насколько это важно, сильно и глубоко. Для верующих людей значение крови Христовой. Я не знаю, хочу спросить у вас, кто давно уже в церковь ходит, как вы думаете, сколько есть в Библии как минимум описано действий или значений крови Христовой в жизни христианина? Вы можете себе быстро ответить, а я вам скажу, что есть минимум семь значений или действий крови Христовой в жизни христианина сегодня. Мы их сегодня все не пройдем. Некоторые оставим на следующий раз. Но хочу сказать всем нам, напоминая, что кровь Иисуса Христа, она очень много сделала в прошлом и продолжает делать для нас и сегодня, для всех верующих в Иисуса Христа. В этом есть неисследимое богатство христианина, приготовленное Богом для всех нас. Мы все люди часто ищем справедливости. Боремся за справедливость, огорчаемся из-за несправедливости, особенно по отношению к себе. Когда нас обижают или убивают, причиняют боль, справедливость требует наказания за преступления. Для этого есть суд, и для этого потом есть последствия за преступление или за наказание. В отношении греха приблизительно такая же самая схема работает. Грех в глазах Бога – это преступление, которое требует справедливого наказания или платы. И в Старом Завете за определенное нарушение каких-то заповедей расплата была смерть. Это была плата за грех. И об этом пишется в Библии Римлянам 6 глава 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар – Божья жизнь вечная во Христе Иисусе». Видите, противоставление идет. Один вариант – смерть за грех, другой вариант – это дар, подарок, бесплатно, незаслуженная жизнь вечная. Но важные условия – во Христе Иисусе. Вот это нельзя его отнять, разделить. Без Христа и Иисуса жизнь, прощение – все это невозможно. Итак, мы снова с вами говорим о крови Христовой, что в возмездии за каждый грех – смерть. И Библия говорит, что мы все согрешили. Все. И я, и ты – все. И дальше. Евреям 9, 22 написано. «Да и все почти по закону очищаются, все очищаются кровью. И без пролития крови не бывает прощения». Прощение – пролитие крови. Без пролития крови невозможно прощение грехов. Интересно, что никто из людей не готов платить такую цену. Когда мы совершаем какое-то преступление против людей, обижаем других людей или Бога, осознавая свою вину, мы потом готовы иногда, может быть, заплатить финансами, как-то возместить, отработать, попросить прощения. Но возместить или заплатить кровью – это цена другого уровня, совершенно другого уровня, которую часто люди не готовы платить. Вот почему нам важно сегодня верующим осознать и понимать значимость и важность крови Христовой в жизни человека. Я думаю, что женщины лучше поймут вот эту цену, которую они платят при рождении ребенка, где проливается кровь. Вот почему вот это пролитие крови, оно имеет большую стоимость или ценность. И первое, что мы как христиане имеем в пролитии крови Христовой – это искупление. Это первое благословение или действие значения крови Христовой. Next slide. Это искупление. Я хотел бы, чтобы мы вкратце посмотрели, что это значит – искупление. Определение слова «искупление». Искупить – это значит возмещение. Или же расплата за что-то. Это избавление по-другому. Искупление – это отпущение долга или отпущение греха. Это прощение, заслуженное чем-нибудь или выкуп. И вот на тему искупления Колоссянам 1 глава 12 стих написано. «Избавивши нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором, внимание, верующие, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Мы, которые приняли Христа и поверили в Него, мы имеем в крови через кровь, которая была пролита на кресте за нас, в этом мы имеем искупление, выкуп. За нас заплочено, расплачено. За наши ошибки, за наши преступления, за наши грехи кровь Иисуса Христа заплатила цену, чтобы мы ее не платили, чтобы мы не несли наказание, которого мы достойны по справедливости. И каждый раз, когда мы требуем справедливости от людей, то помните, что есть вариант справедливости и есть вариант милости. По справедливости должен наказан быть. Нам нравится по отношению к нам вариант милости. Точно так же относитесь и к людям. Милость и справедливость очень похожи, но имеют разное значение. Христос искупил нас. И здесь важное ключевое слово, как это искупление произошло, какой ценой, каким методом, какими словами написано кровью, пролитой на кресте, кровью Христа Агнца мы искуплены. Вспомните, сделанный вами грех за вашу жизнь сознательную, самый тяжелый. Разговаривал с одним человеком, который говорил, мне прощения нет. Сразу ты понимаешь, не зная даже, что он сделал, но понимаешь, что он что-то натворил серьезное. И он говорит, мне прощения нет. Вот таким людям и каждому из вас, благодаря пролитой крови Христа, мы имеем искупление. Именно в крови Христа. Первая Петра, первая глава написана, зная, что нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценною, кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Снова, ключевое слово, искупление. Ни деньгами, ни золотом, ничем земным, но написано в Библии, кровью вы искуплены, куплены от суетной жизни. То есть, у вас есть другие, в этом мы имеем другие ценности, мы можем жить по-другому. И в этом причина кровь Иисуса Христа, которая была пролита за нас на кресте. Осии 13, 14 написано, от власти ада я искупил их, от смерти избавлю их, от власти ада, зла, греха. Вот от этого кровь Иисуса Христа, она искупила, нас. Вы знаете, что написано в Библии, Павел пишет, что Пасха наша Христос. 1 Коринфянам 5 глава. И когда израильтяне выходили из Египта, об этом написано исход, 12 глава, то там описывается история, где Бог сказал израильскому народу, что Бог пошлет ангела-губителя и поразит каждого первенца в доме. но для того, чтобы ваша жизнь была сохранена, нужно, чтобы собрал Моисей всех старейшин Израиля и сказал им, заколите агнца, потом возьмите и кровью помажьте косяки дверей ваших. если вы это сделаете, то никто в вашем доме не умрет. И теперь внимание номер один. Кровь агнца, животного, который был заклан в тот день, которая была собрана в этот сосуд, она ничего не давала, ничего не меняла. в чем же смысл крови? Только тогда, когда брали эту кровь и мазали косяки дверей, только тогда она имела силу и власть спасать. И главный вывод, она действует только тогда, когда человек это принимает верой. если просто сама по себе кровь, она просто жидкость. Но когда они брали и делали то, что сказал Бог, вот тогда она имела силу и власть защищать весь дом и жизнь спасать. Теперь еще внимание. Судьба семейства в то время была в руках отцов. Написано, собрал Моисей старейшин, мужей и сказал им, вот это сделайте. И каждый отец, который повиновался Богу, слушал заповеди Господни в его руках, зависела вот эта охрана, забота, спасение всего семейства. Точно так же это работает и сегодня. Я хочу, чтобы услышали это отцы и папы. Вы ответственны. Вы должны брать и образно в духовном мире помазывать косяки дверей ваших. И было сказано еще одно условие, чтобы никто в этот момент не выходил за двери, чтобы никто не выходил, по улицам не гулял, не ходил, не бродил, иначе умрет. Нужно было оставаться дома. Еще один урок. Есть вот определенные границы, где ты находишься под защитой крови Христовой. Выйдешь можешь, но помни, ты был предупрежден, ты рискуешь сам, сам рискуешь. Оставайся под защитой крови Христовой, и пусть твой дом весь будет покрыт этой защитой крови Христовой. И мы видим, что в Библии это было как пророческое слово. Животных, которые тогда заколали еврейский народ, это был преобраз, это был агнец, это агнец, которым назван Иисус Христос. То есть он преобразно уже тогда заплатил вот эту цену свою кровью, выводя, спасая народ из рабства, спасая народ, жизнь людям спасая в тот день. Точно так же и сегодня нам жителям Нового Завета сегодня Бог только может спасти тебя от рабства греха. Если ты живешь в привычках, с которыми ты их ненавидишь, ты не можешь их побороть, ты сам себя ненавидишь из-за того, что ты говоришь и делаешь, помни, от этого рабства тебя никто не избавит, но только Бог, а точнее кровь Христа Иисуса, который еще имеет одно действие, это очищать, прощать, оправдывать и давать искупление. Искупление каждому верующему. Вот какая сила есть в крови Христовой, но помните, сама кровь по себе это жидкость, но когда мы верим, верим, что Христос, Сын Божий пришел на эту землю за меня, умер за меня, заплатил цену за меня, кровью, написано, выкуплены дорогою ценою, это не доллары, не евро, это кровь, кровь Христа Иисуса. Если бы я сегодня вам предложил, даю вам виллу, большущий, крутой дом на берегу океана и еще две машины, минимум Феррари и еще что-то, и все бесплатно, никаких долларов и денег не надо, и золота не надо, одно только условие, или правую, или левую руку вам отрежут, остальное все бесплатно. Есть желающие? Правда кажется, что лучше пойду в кредит на всю жизнь, но руку или ногу не отдам, почему? Цена, цена, нужно будет кровью платить, а-а, нет, забирайте вашу виллу, нет-нет-нет, это другой уровень стоимости, вот именно вот этот уровень, именно вот эту цену заплатил за всех нас Иисус Христос, который вывел нас, искупил нас. Написано в Библии евреям 9 глава с 11 стиха, но Христос первосвященник будущих благ придя не с кровью козлов и тельцов, как это было раньше, во времена Ветхого Завета, но со Своею, со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Кровью приобрел вечное искупление, снова искупление. Однажды жил один мальчик, который был сирота. Кто жил в Советском Союзе, вы знаете, что если сирота живет в интернате, его жизнь очень не сладкая. Однажды, когда он что-то сделал, там снова неправильно, какое-то нарушение или какую-то шкоду, его заводили в комнату, ну и были такие места и в армии советской, знаете, да, и в интернатах, где вот был такой уголок, там где ну били людей. Ну побили и отпустили, и жизнь продолжается. И такая была жизнь у этого пацаненка. И вы знаете, что часто он плакал, что у него не было никого, кто мог бы его защитить. А как любой человек или любой ребенок, мы часто делаем ошибки, даже взрослые, делаем какие-то преступления. И за это естественно следует иногда наказание. И однажды этот мальчик, он игрался и очень обидел одну девочку. Они он ее толкнул с высоты и она упала. Сильно покалечилась. И нужно было большие деньги на операцию этой девочки. конечно потом осознав всю вину, осознав насколько это была трагедией, что девочка не просто там слово плохое сказал, она покалечилась, она упала и нужно было много денег платить за ее лечение, за все операции. И конечно на него снова набросились, на него снова начали кричать, снова начали его сильно ругать. И мальчик понимал, что даже если бы он просил прощения, он писал письма, пытался, чтобы хоть какой-то рекорд остался, что он просил прощения, писал письма директору интерната, пожалуйста, простите меня, извините за мой поступок. И он все равно понимал, что сколько бы он не просил прощения, все равно он будет наказан. Он будет сильно наказан. И если бы даже он отдал все свои собранные деньги, которые он накопил, этих денег бы все равно не хватило, он знает, что все равно его будут бить. деньги тут не помогут. Когда его завели в эту комнату, где обычно его били, и он трясся так ждал снова своей участи, в эту комнату заходит человек и говорит ему, парень, не переживай, я за все лечение заплатил. Как? я за лечение девочки заплатил. Ты не переживай, ты можешь идти со мной. И когда потом он узнал, что этот мужчина, который пришел в эту комнату, где он ждал, чтобы его били за его преступление, этот мужчина решил усыновить этого мальчика. Когда он решил усыновить этого парня, то ему сказали директор этого интерната, если он твой, то плати. Если он твой, плати за его преступление, за его грехи. И этот мужчина должен был заплатить большие деньги за лечение этой девочки. И потом, когда он заплатил, он сказал этому мальчику, я имею полное право, легальное полное право, вот мое право, я заплатил, я выкупил тебя, и я тебя усыновил, давай руку, и пошли со мной. Но он навсегда забрал с этого рабства из интерната. Вот этот мальчик сегодня это ты. Ты, который должен был ждать, чтобы тебя били, чтобы ты заплатил за свои грехи, за свои преступления. Но пришел Отец, который заплатил, послал сына и заплатил за тебя кровью, за твои преступления. Заплатил все твои штрафы, все твои грехи и преступления и сказал, сын, пошли со мной, я имею легальное право, я искупил тебя кровью. если бы этот мальчик не поверил, он бы навсегда остался в рабстве интерната. Вот почему сегодня каждому верующему важно осознать, я сын Божий, я дочь Божья, я искуплена ценой крови, искуплена, заплачена кровью Христа Иисуса. Помоги нам Бог и Дух Святой осознать важность и значение крови Христовой в нашей жизни. Как много людей, вы знаете, которые искупили других людей от смертной казни. Иногда мы готовы спасать жизнь другому человеку, при этом что-то платить, но не жизнью, но не кровью. Именно эту цену, именно эту заплатил за всех нас Иисус Христос. Написано в Библии Откровение 5 глава 9 стиха «Ибо Ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа, племени. Бог так любит людей, любит нации, любит народы, любит Тебя, что Он именно Свою кровью заплатил и искупил Тебя». Но помните, справедливость требует другого. Справедливость требует наказания. Один из самых, я считаю, ужасных грехов, которым страдают иногда и верующие христиане, это грех непрощения. Непрощения. Вы знаете, что я получил откровение для себя лично, что я до конца, наверное, люди до конца не осознают. Слушайте внимательно. Люди до конца не осознают, сколько им простил Бог. Если бы ты осознавал до конца, сколько Бог тебе простил, то сейчас, если Дух Святой тебя касается, тебе можно плакать за то, что ты живешь в непрощении и радоваться в том, что Дух Святой тебя касается. и Бог тебе мягко говорит, нет, брат, хватит себя убеждать, что я простил, что я ничего не имею. Коман, давай будем говорить на другом уровне, на другом уровне. Какое у тебя отношение с ними, как ты хочешь их видеть, этих людей, которых ты как бы простил. Ты же будь честный, ну хочешь обманывать себя, ну это игры такого уровня другого, осознай, сколько тебе прощено, сколько раз я тебя простил, сколько раз ты людей обижал, сколько ты говорил вреда, зла, слов, поступков, сколько ты шрамов оставил у людей на сердцах. Да, эту девочку вылечили, но все-таки шрамы, наверное, остались, точно так же и у тебя, да, ты, возможно, что-то сделал, и последствия остались, но Бог тебя все равно простил, все равно простил, искупил, сказал, сын мой, легальное право имею, кровью искупил тебя. Поэтому я хочу напомнить еще раз всем сегодня с любовью, во имя Иисуса Христа прощайте обидчиков ваших. Написано в Библии, молитесь за обижающих вас, и сегодня перед тем, как мы будем принимать это причастие, я даю вам вызов именно этой молитвы, не просто благодарите за кровь Христа, за это мы будем делать, я вам даю вызов, благословляйте обидчиков ваших. Это молитва другого уровня, она очень сложная, сложная молитва, короткая, но сложная. Там задействованы совершенно другие механизмы, вот именно вот туда и хочет проникнуть Бог в твое сердце, в глубину, туда, чтобы мы осознали, сколько раз Бог тебя прощал, сколько шансов Бог тебе давал, и ты давай другим людям. Ефесянам 2,11 написано, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Вы, мы были некогда далеко от Бога. И мы думаем, что мы пришли в церковь сегодня и мы стали ближе к Богу. Мы думаем, что у нас Библия дома есть и мы ближе к Богу. Друзья, это совершенно другого измерения. Если бы мы, я молился и вас, предлагаю вам помолиться такой молитвой, Господи, помоги мне осознать значение крови Христовой в моей жизни. Не просто знания, не просто то, что даже вот вы услышали, но помоги мне, Дух Святой, мне осознать, осознать, понять значение, важность крови Христовой в нашей жизни. Вы искуплены, искуплены, куплены, выкуплены. И, друзья, это всего лишь один пункт из семи. Помните, я сказал семь действий крови Христовой в жизни верующего, а сегодня мы прошли только один. вот богатство и сила. Кто-то сказал, что Дерек Принц в своей проповеди сказал, что в одной капле крови Христовой больше силы, нежели во всем царстве ада и тьмы. Вот как для нас сегодня сильно кровь Иисуса Христа. И мы сегодня, когда мы будем принимать вот эту чашу, которая символизирует кровь Иисуса Христа, я хотел бы, чтобы мы все по-другому это оценили, по-другому поняли, с трепетом и благоговением подошли, осознавая, что это кровь Христа, которой я искуплен. И всегда вспоминайте вот этого мальчика с интерната, которому нужно было поверить, и сегодня тебе нужно верою принять то, что ты искуплен кровью Христа. Иисус Христа. Иисус Христа.